Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео мы с вами обратимся к раннему периоду творчества чемпиона мира Магнуса Калсена. Эту партию он сыграл в первом туре чемпионата мира до 14 лет в Греции в 2003 году. Соперником будущего чемпиона мира в этой партии был его соотечественник, ровесник, а также будущий секундант и хороший товарищ Йон Людвиг Хаммер. В этом поединке Магнус Калсен блеснул хотя и довольно простой, но весьма эффектной комбинацией, которую мы с вами по устоявшейся традиции попробуем самостоятельно отыскать. Итак, Людвиг Хаммер сыграл конь f3, Калсен ответил ходом d6, d4, конь f6, конь bd2. Довольно редкое начало, в итоге с пристановкой ходов у нас получается одна из вариаций защиты пирца у Фимцева. Калсен играет g6, e4, слон g7 и слон d3. Рокировки, черные играют конь c6 и c3. Черные бьют по центру ходом e5, ну а белые ограничивают слона c8 ходом h3. Кроме того, это полезная форточка. Конь h5, играют черные. Видимо, имея в виду конь f4, а также в определенный момент f7, f5. Белые забирают на e5, надеясь на ответное взятие, но Калсен нападает на слона, а тот отходит на b5. Калсен забирает пешку, его соперник в ответ берет коня и, видимо, надеялся на взятие de. В этом случае белые, скорее всего, сыграли бы конь f3, предлагая переход в эншпиль. Но Магнус Калсен не упустил возможность создать серьезные угрозы ходом fg5. Как мы видим, угрожает мат. Кроме того, черные еще раз берут под контроль коня e5, а за ним, напомню, находится беззащитный слон. Если пойти f3, защищаясь от мата, то следует конь h3. На король h1 берем на e5, как раз нападая на слона. Поэтому от мата хаммер защищается ходом конь g4. Калсен забирает слона на b5 и конь b3. Конь f4 под боем, Калсен отвечает шахом, король h1 и взятие на g4. Белые берут пешкой и ладья ae8. Калсен добавляет еще одну фигуру в атаку, нападая на пешку. В этой позиции белым лучше всего было сыграть a4. Черным для того, чтобы сохранить коня, лучше отойти ферзем на a6, где он не будет подвержен дальнейшим ударам. Слон e3, ладья бьет e4 и после ладья e1 черные могут себе позволить пожертвовать качество. После взятия конь возвращается в игру, король g1, ладья e8. Вот такая довольно интересная позиция, в которой у черных пешка за отданное качество. У белых слабы черные поля вокруг их короля, что при наличии чернопольного слона в лагере черных делает их позицию весьма опасной. И все же это было меньшее из зол. А соперник Магнуса Карлсена решил просто развить слона на e3, не чувствуя опасности. Карлсон забирает ладьей на e4 и в этом положении белым лучше всего было сыграть g3. Правда, после взятия на g3, fg ладья бьет e3. Без слез на позицию белых смотреть нельзя. Положение черных выиграно. Но Хаммер, не подозревая о том, что задумал его соперник, просто напал на коня ходом ладья e1. В ответ Магнус Карлсон нанес хотя и не сложный, но очень эффектный удар, который поставил точку в этой партии. Попробуйте, уважаемые зрители, самостоятельно отыскать это красивое продолжение, которое закончило данный поединок. Итак, черные начинают и выигрывают. Итак, в этой позиции Магнус Карлсон сыграл fh5. Нанес вот такой мощный удар по белому королю и не оставил сопернику выбора. Хаммер здесь сдался. Дело в том, что после взятия ферзя, а иного просто нет, открывается четвертая горизонталь и черные ставят белому королю вот такой довольно интересный мат. Надеюсь, что данное видео вам понравилось. В этом случае не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех, оставляйте свои комментарии. Напишите обязательно в комментариях, сумели ли вы отыскать ход Магнуса Карлсона и сколько времени вы потратили на его поиски. Спасибо за внимание. До свидания.